здравствуйте 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 ну садитесь куда видите и шо и где все с той же шизой так что с какой шизой можете если вы допишете можете записать надо снимать да снимайте не до фейги по французски значит вот формулируем очень просто и ясно значит проект вы можете назвать сначала условно просто историко-культурный центр Молдаванка чтобы всем было понятно о чем идет речь потом когда вы переформулируете уже по ходу пьесы у вас будет конкретный объект например он у вас может переформулироваться формат историко-культурный центр улица Бабеля условно я говорю что виноградная улица Бабеля Молдаванка может вам будет лучше так но изначально чтобы не надо было объяснять где находится улица Бабеля вы говорите это может быть переформатировано например в дом в улицу Мясоедов или в дом Мясоедов в зависимости от того где вы выберете объект где будет находиться этот историко-культурный центр значит у вас этот проект называется то есть условно но вы имеете ввиду что вы можете его назвать потом как-то вот так в зависимости еще раз говорю от локализации там этого объекта у вас это называется и вы говорите что поскольку Молдаванка представляет собой определенную как бы ну что ли историко-культурный анклав в масштабах города и с другой стороны это бренд своеобразный то есть кто приезжает в Одессу естественно спрашивают там Молдаванки тут можно петь песни не важно значит вы хотите представить ее ну как бы во всех ракурсах во всех во всех ракурсах значит доступных у вас получается что этот блок этот историко-культурный центр включает в себя театр предположительно это может быть площадка дворовая площадка дворовая под фонарем вот стеклянные там крыши этот театр одновременно служит значит служит экспозиционной площадкой может служить экспозиционной площадкой лапидария например где выставляется скульптура или малая форма или большая форма не важно с другой стороны опять-таки эта площадка может служить лектория чем угодно то есть у вас сама площадка многофункциональна таким образом уже как бы в этом отделе у вас в самом театре у вас уже много чего заложено кроме того значит в этот блок входит ну такой музей не в не в конкретном смысле что это музей только а ну какой-то может быть дизайнерский проект куда входит история молдаванки история объектов которые находятся на молдаванке интересных в том числе связанных с литературой там с чем угодно то есть вот если человек приходит попадает в этот центр он может прийти на представление на лекцию на презентацию книжки на выставку на все что угодно на сейшн там на инсталляцию на любые так как бы форматы проявления вот как бы всего что связано как бы с историей с чем угодно дальше у вас человек явившийся туда может зайти в примыкающее к этой площадке помещение где представлен изобразительными в основном средствами дизайнерскими как бы что собой представляла Молдаванка какова ее эволюция какова ее история какое место она занимает в структуре городских территорий и в культуре это не обязательно музей ну в смысле это не музей как таковой но человек получает представление о я понял это вообще не музей получается но в то же время человек знакомится с историей Молдаванки абсолютно я еще раз говорю это может быть музей и одновременно кабинет администратора ну и что администратор он же рассказывает он же он же вам расскажет вот смотрите Молдаванка она состоит из таких частей там то есть это уже будет вложено дальше ну вы говорите у нас очередность первая площадка театр параллельно делается музей очередность такая дальше у нас входит в этот центр в зависимости от того как причленяются новые как бы помещения выкупаются неважно это уже детали объект ну например если человек приехал туда увидел посмотрел получил информацию он хочет получить буклет сувениры там все что угодно значит сувенирная лавка там должна быть достаточно где то есть это у вас получается один слой второй слой третий но это более конкретный какая там сувенирная продукция какие буклеты какие открытки какие фотографии у нас же куча таких людей которые делают неважно я говорю самое общее значит у вас третье и четвертое если человек приехал увидел участвовал там он хочет перекусить он хочет выпить там и так далее значит у вас должна быть не просто объект питания объект питания но объект характерный то есть что вы делаете вы должны воспроизвести адекватно харчевню например там или белую харчевню тот тип заведений который был например в районе в районе там староконной приезжали люди они должны были там остановиться то есть там были постоялые там был постоялый двор и там были как бы предприятия общепита характерные в целом для города но учитывая специфику молдаванки они они немного отличались конечно это не элитарные какие-то заведения это заведения которые должны удовлетворить людей которые приезжают продать лошадей коров там я не знаю у кого собак там и так далее и естественно дворик то есть у вас с одной стороны это музей ну вот музей дизайнерский ну как бы самый общий с другой стороны у вас во дворике должен быть уголок быта уголок быта вот как там жили то есть как вот есть в зоопарке этот уголок как бы сельского дома там у вас какой-то уголочек может быть человек со двора смотрит на как бы эту панораму севастопольского сражения там какой-то маленький уголок где есть колодец где есть там вся эта хрень там и так далее желательно наверное чтобы вот эта эта харчевня была примыкала то есть получается у вас постоял и двор да и как бы вот эта харчевня где естественно там должны быть эти молдаванские то есть своя рецептура свое меню свои фишки там какие-то многонациональные вот у вас получается такой блок такой историко-культурный центр может быть можно еще там к нему добавить но по-моему достаточно вот то есть вот мы записали как бы все что там должно быть в самом общем виде администратор который там будет я считаю обязан и должен я его ну вот вижу примеру для начала себя знать это все на зубок Олег у меня огромная просьба это все это все 21 дело то есть как объяснить это не 21 дело но вот то что я сейчас сказал вы записываете как общее положение проекта понятно блоки которые нужно реализовать которые нужно реализовать вот и все то есть вы можете это заявить вы это можете выставить куда угодно у вас это должно занимать вот как мы говорили вот одну страничку разворачивать это 21 дело то есть сделать например почерк или там дизайнерский это уже вы каждую эту каждый пункт разворачиваете в большую программу а если вы что-то ищете или кого-то хотите заинтересовать то у вас должна быть вот такая куцая информация четкая ясная внятная что вы хотите что вам надо чтобы туда ездили люди чтобы им было интересно и что об этом ведутся разговоры миллион лет и никто ни хера не делает вот он захотел делать и шикарно а мы ему будем помогать шикарно то есть вот вы сейчас он про другое говорит он говорит непосредственно чтобы кроме этой формы скажем так то есть это крупную клетку насколько я понял объяснено какая будет непосредственно тело условно говоря тело это культурного центра а кроме тела там еще жизнь должна происходить насколько я понял Стас говорит те люди которые будут там осуществлять всю эту деятельность перед теми кто будет приходить важно чтобы они тоже сами несли дух непосредственно этой Одессы чтобы они не говорили обычным языком а говорили так как раньше говорили в Одессе и он говорит я вот это тоже хочу знать насколько я понял не только хочу узнать у меня огромная даже даже просьба а именно конкретно вот даже по работе одесским языком ребята я противник некоторых вещей то есть я объясню может быть мысли ложные поэтому вы нам подскажете мы от нее откажемся значит самая пошлая что я вижу везде и уже на протяжении многих лет и вы это видите это манера значит выйти напялить на себя там канатье надеть костюм джентльмена как в Кавейне приклеить улыбочку отыграть свое говорить Одесса вместо Одесса одесситы говорят коренные Одессы а не Одесса не надо коверкать язык не надо делать из себя там то есть это мое отношение к делу важно что вы даете а конечно как продавец который стоит на лотке умный он знает что этому клиенту надо продать дешевле а этому дороже затем надо разговаривать так а с этим иначе конечно вы не будете рассказывать там кому-то как корабли бороздят просторы как в этом фильме космические корабли бороздят просторы большого театра то есть если вы много знаете то вы видя какие запросы у вашего посетителя вы ему будете урезать или будете ему говорить то что у нас вы должны знать много да но играть вот это три прихлопа два притопа это уже было миллион раз потом люди приходят сдают этот реквизит в гардероб отклеивает эту улыбочку и превращаются в этих задроченных и задолбанных мудаков не надо в том-то и дело чтобы это не играли чтобы они так жили чтобы мы так жили чтобы они знали сучка не любили то что они делают я очень хочу эти свои ребята вы такие вещи говорите ну конечно хочет каждому мне тоже хочется так жить но у каждого есть по работе у каждого есть там у кого мама у кого папа у кого собачка у кого и еще одна женщина в ростове наддону то есть это же не зависит это же не зависит я одна еще женщина зубной техник это же не зависит от вашего желания конечно одухотворенность одухотворенность желание там что-то сделать там устроить себе праздник это зависит от нас но не все от нас зависит не каждый день у нас праздник поэтому все-таки надо относиться к этому как разный праздник или нет зависит от нас ну правильно правильно но не все так устроены не все так устроены То есть, если вы хотите собрать одних энтузиастов, то вам все равно придется иметь дело с профессионалами. А профессионалы, они устроены так, они иначе устроены. Это как в политике нужен прагматик здоровый, а не энтузиаст. Это вы энтузиасты. А вам понадобится рабочий материал, вам понадобится бандерша. Это он энтузиаст, но я не энтузиаст. Я лично не энтузиаст. Вот, поэтому не надо приклеивать улыбочки. Она у него и так будет получаться, естественно, как у меня. Ну, в смысле, если я идиот, ну, в смысле, ну, я по жизни, я по жизни как идиот, значит, я таким и останусь, и умру, и буду жить века. Типа того. Олег, историю, ребята все выучили, историю молдаланки, вот то, что вы считаете, у меня институт такой вот, что вызывает во мне такую по меньшей мере злость постоянно. Вот это декриминализация Одессы. Вот это вот восхищение Мишкой и Япончиком. А я знаю, чего это стоит изнутри. И мне очень бы хотелось, чтобы люди приезжали не в бандитскую, не в преступную Одессу, а в Одессу красивую, где 140 с чем-то национальностей. Дорогой и нежно любимый. Значит, как тебе сказать? Есть спрос и есть предложение. Если люди хотят бандитов, то надо им дать бандитов. Только надо им культурно дать бандитов. То есть там история Соньки Золотой Ручки у меня есть, я ее писал. Я ее писал не по наслышке, а по тем документам, которые есть. Потому что есть документы процессов там, например, на дне ее подручными. Эти люди известны. Все это известно. Это все бабушкины обычаи при дедушкиных обрядах, как там было. А есть какие-то подлинные вещи. То есть вам от этого не уйти. Просто вам надо вмонтировать дозированное для тех, кто этим интересуется. Слушайте, это центр, куда будут приезжать люди, чтобы даже потратить денег. И это нормально. Когда люди инвестируют в город, инвестируют в народ, это нормально. Они приезжают сюда. Я же вот написал, читал это, Янки Дудель, вот этот мой текст. Что ненавижу американцев. Меня уже перепечатали там, даже в Израиле перепечатали. Особенно им понравился вот этот пассаж. Как выйдешь в город летом, так, блядь, американцы на каждом шагу. Сидят в каждой кафешке, сух, и пьют свою американскую водку. А иначе людям не объяснишь. Если бы я написал, что мы потеряли россиян, что они перестанут, люди не поймут. Но когда ты все перевернул, поставил с ног на голову, тогда они читают и до них доходят. А почему это так работает? Именно с позиции неправильного. Так а почему Хармс работает? Почему это все работает? Почему анекдот работает, а ты вот скажешь то же самое нормальным языком? Рабинович, ваша жена, блядь, а ваша? Ну все-таки. А так всем понятно, а так же непонятно нихера. Так вот, это надо вставлять дозированно. То есть надо иметь такие истории про запасную. Человек должен быть синтетическим. Он не может одну и ту же лекцию читать, то есть одну и ту же экскурсию читать. Вот был случай, Дуня мне там, Смирнова там написала, неважно. Не, я понял, я понял. Они когда с Чубайсом въехали, они говорят, Олег, ну ты расскажешь, проведешь? А я только, ну, там после операции какая-то хрень. Я говорю, ну возьмите кого-то там из лучших, возьмите эту, как ее... Ой, она знает все стихи наизусть, я столько не знаю, она все знает. Ну не важно, есть такая. Они взяли другую из лучших. И вот я ехал и слушал, что она несла. Ну мы бухали себе, слушали, но я слышал, что она несла. Из кому ты несешь? Там сидел Рапопорт, основатель там этого банка. Там сидело три олигарха. Там это, ну то есть люди такие. Они меня спрашивают, как изменялась оценочная стоимость. Ну, например, я с ними говорю на тему. Как изменялась оценочная стоимость недвижимости, там, эволюции, допустим. Или они спрашивают меня, поземельный сбор. Как работает это, там и прочее. Мы говорим на эту тему. А это несет... Ну...